Шалом дорогие друзья, шалом хаверим! Мы на канале Рыбы Илья Гукоцар и сегодня мы с вами продолжаем видео уроки и по изучению Торы и разберем очень интересный момент мы приблизились к тем двум главам которые повествуют нам о том как правильно должен быть устроена первая скиня или можно назвать условно, конечно, и храм первый и все эти моменты, которые касаются служения Богу потому что Бог собирал свой народ это народ священников и Он должен был священодействовать быть солью для земли являться теми людьми, которые будут удерживать этот мир не просто говоря ему о каких-то вещах а удерживать его от полного разложения духовного и прочих уровней и естественно на таких людей возлагались большие надежды Бога и к ним же были предъявлены большие требования в плане ограничений, в плане правильности действий и всего остального и мы сегодня с вами поговорим о устройстве не того храма, о котором здесь говорится там есть о чем, было бы о чем поговорить но мы поговорим сегодня о глобальных вещах о храме и выясним, является ли храм рукотворный сейчас приоритетом Божьим потому что многие люди ожидают построения третьего храма такого как и недавно мне писали, что в Израиле началось строительство храма возле храмовой горы возле стены плаща или так званой котель-аравиль восточной, ну, западной стены и это все конечно не так там ничего не строили там, по сути-то, ну, там постоянно строительство происходит возле этой стены потому что, ну, если мы понимаем ну, если понимать, или кто был там вы видели под самой стеной такие стеклянные окошки которые показывают, что стена уходит далеко вниз туда и там около 7, по-моему, метров глубины и что это значит? это значит, что город Иерусалим сколько раз разрушался что вот эти все слои это, ну, оно постоянно росло вот это накапливалось и вот эти все слои это, ну, так сказать от голоса к тех времен и для того, чтобы стена стояла и потому что это одна из святынь Израиля такая, ну, такое место паломническое куда приезжают не только иудеи туда приезжают, но и христиане чтобы помолиться место действительно такой энергетики имеющей особую энергетику, да потому что там постоянно происходит молитва там постоянно люди молятся вкладывают в записочки и, кстати, получают ответ на свои молитвы что самое интересное почему там постоянно стройка? потому что укрепляют эту стену чтобы, ну, понятно, что время и не щадит ничего и там же горная местность и постоянно, ну, есть угроза обвала и поэтому там, ну, и время от времени закрывают определенное место и заливают там бетон или заливают сваи какие-то строят, чтобы, ну, поддержать ну, это тонкости стройки я не буду вдаваться но храм, ну, говорили, что от храм начали строить это, и ко мне обращался один из ну, один из тех, кто смотрит наш канал ты не знаешь ничего об этом ну, я знаю, что если бы что-то строилось такого плана, то мы бы знали даже не надо было бы гадать было бы сколько крика и шума особенно от наших старших братьев от тех потомков Исмаила которые на храмовой горе сейчас построили ну, свою мечеть и не дают там вообще туда даже заходить евреям порой так что ничего не строится и я так понимаю возможно, когда придет Машех будет построен храм но до этого храма не будет это мое личное понимание я вам его обосную местами писания ну, пока пока на этом вот вступительную часть закончим и я еще хотел поблагодарить всех людей, которые не просто слушают, но и слышат огромное вам спасибо за ваши комментарии за вашу даже скажу не так я скажу спасибо вам огромное за вашу верность Богу и за ваше понимание за то, что ваше ухо открыто не только слышать но и слушать это одно из таких качеств которые сейчас становятся большой редкостью люди вот этом информационном таком сейчас информационное поле земли насколько оно насыщено что люди практически они сколько слышат информации и у них выработался иммунитет они слышат но не слушают вот в чем большая есть не слушают друг друга говорят друг другу что-то они не слышат друг друга из-за этого возникают конфликты из-за этого возникают разные в семьях в обществе и ну в глобальном мире это из-за вот этого ну отсутствия взаимопонимания и помните мы проходили тему Вавилона что Бог сделал с теми кто строил эту башню ну многие говорят что там были разделены языки и ну каждый начал говорить над другим на каком-то языке который не понимал но я так не думаю и тексты так не говорят там было ну сделано такое ну Бог сделал такое что люди перестали друг друга понимать вот есть общество да которое говорит давайте вот устроим дом и у них есть проект свой есть там все для этого строительства и они ты будешь делать то ты будешь делать то я буду это делать у них полностью взаимопонимание в этом вопросе ну друг раз вот так щелчок и они перестали понимать и тот говорит вот так надо а тот говорит нет это вообще ерунда и из-за этого произошло этот дом так и остался недостроен что нечто подобное произошло в Вавилоне нечто подобное происходит сегодня в обществе и это страшная болезнь общества ни к чему хорошему оно не ведет оно ведет из-за крайнего эгоизма человеческого который технический прогресс кстати этот эгоизм в людях и развивает в большинстве случаев из-за вот этого крайнего эгоизма люди становятся так знаете еще больше и больше между ними растут вот эти стены непонимания и каждый начинает закрываться в своем микромире таком каждый ограживается и если я помню еще лет 20 назад 30 как мы жили как мы общались как мы где-то съезжались где-то мы выезжали на пикники и мои родители помню как вообще у нас туда двери не закрывали в домик постоянно кто-то был в гостях то сегодня этого мы не видим люди становятся более закрытыми ну и естественно это происходит от того что слушая не слышат вот и все а я я благодарю всех тех кто умеет слышать и пусть бог Израиля бог Авраама Исхака Иакова бог которого я знаю пусть он обильно благословит вас и даст вам все благословения которые принадлежат нашему народу спасибо вам за всю поддержку за все ваши действия которые вы делаете без вас было бы очень тяжело скажу так и я чисто от чистого сердца вам благодарен ну друзья не останавливаемся продолжаем подписываться продолжаем ставить лайки подражая продолжаем развивать канал комментировать и я думаю что все у нас получится и свет будет распространяться по всему миру и это поможет удержать мир от острых стремительного падения в пропасть в которой он сейчас пребывает мир вошел в такой штопор знаете и ну не уверен что он может с него выйти все конечно зависит от бога и здесь мы на него уповаем и полностью наше упование и доверяя ими мой этот вопрос и итак начнем тему тему храма когда пришел Маши Ахишуа да храм существовал это был из самых один из самых величественных храмов которые когда-либо существовали на земле царь Ерод который отстраивал его вложил туда сколько всего это был храм побогаче чем тот который был построен Соломоном повеличественней и своими внушал своими размерами просто внушал какой-то трепет перед собой и ну мудрецы говорят когда они смотрят на Писание они говорят что когда была скиния вот эта разложная склонная там в пустыне ту которую могли нести за собой ну несколько человек там то славы было больше Божьей и присутствия было больше в этом шатре чем в тех последующих храмах и чем величественнее становился храм тем меньше там было присутствия Божьего и помните слова Машиаха когда они стояли возле храма и он сказал я могу разрушить его и в три дня воспроизвести и все ученики которые еще тогда мыслили на уровне душевных или плотских людей они сказали как это он может вот такую громадину разрушить и через три дня построить ведь на его строительство уходили там десятилетия и ну как это возможно одному человеку естественно же что Ишуа говорил не об этом храме он говорил о храме то есть кении нерукотворной которая он стал первенец и в котором в полноте обитал Бог то есть Ишуа Машиах стал первым храмом нерукотворным и в нем обитало в этом храме это осуществилось пророчество Божье и в нем обитала полнота Божье и так было первое первое скиние Бога человеком и естественно что все последующие за ним стали такими храмами я себе позволю написать прочитать вам второе послание Коринфянам 6 глава где написано какая совместимость храма Божия с идолами ибо вы храм Бога живого как сказал Бог селюсь с них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут моим народом вот то обетование которым говорит Шауль и оно действительно исполнилось и со времен Иешуа надобность вот этих рукотворных храмов отпала полностью больше того это записано в Талмудах еврейских и этот факт нельзя утаить и если сокрыть хотя о нем мало кто говорит во времена храма на праздник Суккот или скажем Суккот это уже был венец праздника а на Йом-Кипур вы знаете какое действование делал священник бралось два козла священник возлагал руки и один был козел отпущения отсюда и пословица пошла у людей а другой же заколался одного отпускали в пустыню и он там умирал а другой закалывался и священник в великом страхе и трепете один раз в году ходил во святое святых для того чтобы окропить ковчег завета но его привязывали за ногу на всякий случай потому что если священник не очистился и вошел туда нечистым сердцем он рисковал там умереть и поэтому привязывали веревку к ноге и если что чтобы вытянуть оттуда но еще он делал одно действование на этот праздник весь народ собирался возле храма потому что это паломнический праздник праздник три ноги шаошир гелем и в этот праздник весь Израиль должен был собираться в Иерусалим для поклонения и жертвоприношения и вот весь народ замирал в страхе и трепоте священник омаковал такой специальной материю белую в кровь козла этого и она вывешивалась на крыле храма так чтобы весь народ видел ее и когда Бог принимал жертву козла и все проходило хорошо то вот это белое полотно оно когда его мочили в кровь оно было ярко красным оно убелялось и на глазах всего народа но это чудо которое объяснить невозможно потому что вы знаете как кровь даже если у кого-то кто-то порезался и на что-то белое попало как она плохо отстируется а здесь полотно превращалось в белое и после смерти Машеха крестной это полотно ни разу не убелилось после 70 лет оно ни разу не убелялось то есть Бог покинул храм и больше его присутствия там не было и впоследствии этот храм был разрушен одним из одним из полководцев это по-моему Виссарион был и он полностью осталась только одна стена как напоминание о храме и напоминание о тех вещах которые привели к его разрушению ну нам мы сегодня говорим ну в этом контексте всего этого мы будем говорить о человеке как о храме и я вам покажу что храмовое служение оно не не остановлено потому что многие говорят что нету храма и многих заповедей не существует потому что нету храма ну а как же тогда быть с человеком ведь он же храм божий разве ото мерзость и запустение которое говорится в писании не царит сейчас в сердцах многих верующих и все ожидают что вот пока храма нету значит в шеях не придет это все длительная история я думаю что глубоко обманываются и это размышления душевных плоских людей на уровне вот тех апостолов которые тогда еще были не рождены свыше и они не могли мыслил в машинах многие на этом уровне и остались хотя человеку для того чтобы служить богу в этом завете нужно было умереть и родиться для бога умереть для греха и родиться для жизни с богом поэтому вот эта позиция ожидания храма это позиция плоских душевных людей которые сосредотачивают свое внимание не на то что надо конечно и говорят что там еще антихрист должен был сесть антихрист чтобы вы понимали он давно уже сидит в храме и давно уже завладел святым то есть сердцем человеческим или сущностью человеческой он действует как бог выдавая себя за бога но противится всему что есть от бога и всему что называется бог и всем святыням его ну я уже объяснял этот вопрос поэтому так скольце скажу святыня это праздники которые это шаббат это праздники господни песах шаот и сукот которые являются праздниками господнями так вот вот эти все противники которые служат понятно кому они так они так сильно охраняют своего господина скажем так и так сильно противятся против всего они говорят то все жидовское к нам никакого отношения не имеет а на самом деле все это божье и действительно к вам оно никакого отношения не имеет потому что это дни господни и туда приходит только его народ а те кто вне те продолжают делать непотребства с ненасытимостью и как раз вот эта глава которую я зачитал с коринфиным она как раз об этом и говорит что что общего у света и с тьмой и что общего у чистого с нечистыми какая сомнессимость храма божьего с идолами вот но так будет продолжаться до окончания вот этого века и так будет продолжаться будут идти две линии параллельно священство одно священство которое стоит у жертвенника господнего и от него питается и служит Богу а другое которое ходит перед людьми и служит им перед идолами ихними как написано у изекиля ублажая людей потому что они полностью зависимы от людей которые им платят деньги которые несут им десятины пожертвования и все такое миллионами и за счет которых они в этом мире очень хорошо себя чувствуют и это позволяет им открывать им широкие возможности не для проповеди Евангелия а для утоления своих похотей и страстей так вот возвращаясь к храму и я сегодня не буду входить в такие нюансы знаете потому что здесь в двух главах Трумай и ТЦВ там ну очень много таких нюансов и о которых можно будет говорить часами но я решил как-то сократить время чтобы мы уже нагнали тех кто ушел вперед и мы сегодня поговорим просто о храме уже не вдаваясь в подробности потому что ну здесь очень сложные места для комментирования и ну можно нужно очень много времени возможно я когда-то посвящу этим двум главам ну серию уроков для того чтобы показать значимость вот этих всех предметов значимость всего того что говорил Бог но сегодня то чтобы сократить время мы говорим просто о храме и давайте обратим внимание на устройство храма в храме всегда были дворы язычников и эти дворы язычников наполнялись людьми из других народов которые приходили на праздники что привлекало их туда это привлекало их туда ну естественно что как и всякого человека эгоцентричного желания что-то получить от Бога Израиля о котором они слышали что Он творит чудеса и вот они приходили со своими желаниями кто-то жены желал кто-то желал денег много кто-то желал исцеления кто-то желал еще чего-то и вот для них были построены специальные дворы эти дворы ивры там не находились и они не могли там находиться потому что они имели свои дворы и для женщин было отдельно для мужчин отдельно могли ли те язычники которые приходили на эти праздники праздники стать иврой да могли становились да становились иврой но очень мало людей совершали вот эти переходы потому что я ну я могу сказать что многие приходят к Богу Израиля ну с какими-то проблемами но очень мало людей которые совершают шуву то есть познав его любовь к людям ну отвечают на эту любовь и совершают вот этот переход с язычества в еврейство еврей это человек перешедший на сторону Бога и ставший служить ему и исполнять все то что он говорит вопреки хоть бы против этого стояла целая толпа или армия или весь мир если ты будешь один а весь мир будет думать иначе а это не должно заставить тебя уйти с пути Божьего потому что наши прородцы Явран Исхак Яков да и Шуах они были одинокими людьми тогда весь мир стоял против них но это не мешало им быть Иври настоящим Иври и это только давало им еще силы и Бог помогал и Бог сопутствовал всем их делам так вот мы выясняем что переход со двора Язычников в дом во дворы Иври он существует так же и в нашем храме мы априори мы все рождаемся в язычестве с эгоцентричностью и как раз те слова которые Маши говорит отвергни себя возьми свой крест и следуй за мной они касаются как раз нашего эгоцентризма человек который способен отвергнуть свое эго и больше не идти на поводу и не быть ромбом желаний которые плоть загадывают одно за другим этот человек переходит автоматически в дворе Ивры и становляясь частью народа Божьего и многие на этом уровне останавливаются и говорят ну достаточно я все и уже вот так вот ну для меня достаточно этого но если путь роста с Ивры и дальше конечно есть дальше святое и устройство святого это начнем мы с медного моря да или с того медного умывальника который ну в скине был и что в символах это означает ну естественно мы понимаем что суть не в море медном а суть в том омовении которое должен совершить человек что нас отделяет тех людей которые хотят посвятить себя Богу от тех которые ну сделав шаг на сторону Бога Бога заняты еще какими-то своими делами ну и ну они скажем так не готовы полностью свою жизнь отдать в руки Бога конечно же и исполнение Слова Божьего ним мы омываемся как баней водной и ним мы освящаемся то есть исполнением Слова Божьего мы освящаемся для того чтобы перейти на следующий уровень следующий уровень в храмовом служении это же хлебы предложения и хлебы предложения это тот хлеб о который о котором сказал Ишо в храме его могли есть только священники никто другой к нему не мог прикасаться и помните Ишо говорит я не могу забрать хлеб у детей и отдать его тебе и бросить его псам так не бывает и я уже неоднократно объяснял почему так ну он говорил он говорил не желая унизить или как-то эту женщину показать ее место просто действительно ну то что он говорил это была истина нельзя человек который никогда не 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 вздабривал землю не обдел не трудился на ней не засевал ее и не поливал его своими слезами потом и кровью когда в сражениях против духов злобы подневестной и не неся вот эти все нагрузки которые несут дети для того чтобы добыть этот хлеб да человек хочет иметь на раме с ними те привилегии которые принадлежат тот хлеб это не привилегия это уже посвящение в тайны Всевышнего ведь исцеление это тоже таинство потому что когда мы молились и молимся за больных ну происходят вещи которые вот я ну видел много исцелений и исцелений вообще и практически воскрешения из мертвых но объяснить это своим рассудком я не могу потому что этого не могут сделать врачи я помню один случай когда я молился и врач мне говорил да это смертники они обречены а что ты молишься ну это ну не накручу себе ерунды ты вроде бы как здравый человек ну а это это наркоманы у них туберкулез спит в одном лице и я помню за одного человека молился 34 клетки у него было ну а я ему говорю мы идем и говорю у нас мертвые из воскреса это он говорит а у нас нет а я ему говорю посмотрим и когда у человека которого они ну сделали ему уже анализы они готовили ему как бы ну пенсию чтобы ну чтобы его выписать в больнице чтобы там он где-то умирал на стороне и у которого было 34 клетки ну текилеров или иммунно и у него был спит и иммунодефицит и туберкулез и легкие побитые и когда этот человек сдали анализы тогда возили их в Киев и пришли анализы оттуда у него 1100 или 1071 клетка я уже точно не помню врач не поверил отправил вторые анализы и приходит и там 1400 было клеток и когда к врачу к этому мы приходили чтобы взять ну справку об этом я ему говорю ну что он говорит ну это Бог 100% Бог и естественно что вот такие вот такие чудеса они это таинство и Бог исцелил тогда дочку этой женщины но на самом деле они не принадлежат никому кроме детей но мы можем мы имея милосердие и сострадание к этому миру и следуя тому учению которое показало нам мыше мы можем делиться этим хлебом с ними хлебом который дает жизнь и по сути что сделали ортодоксальные они огородились от всех чтобы на путь язычников нечестивых не становились туда не это и живут себе очень хорошо в благословении следуя заповедям и все и ну это очень просто да и мы могли бы так жить но мы так не живем и поэтому мы разделяем часть ту часть всех тех несчастья и проклятий тех людей которых за которых мы молимся мы как отдаем им часть своей жизни и давая им знаете вот как машина заглохла потому что аккумулятор сел и ты не можешь ее завести а подъезжает другая перебрасываются провода называется подкурить кто ездит тот понимает о чем я говорю и раз от одной машины ток идет на другую машину и раз и она завелась вот подобным образом имея вот этот хлеб да потому что мы перешли на уровень хлебов предложения и посвящены втайне всевышнего и под крыльями мы его мы покоимся да мы могли бы там сидеть нам все хорошо но мы идем и отдаем эту жизнь другим людям чтобы они имели шанс ко спасению мы делимся этой жизнью и вот тоже то отличие которое существует между нами и остальными ортодоксами которые не принимают мыше ха вот они они я сколько был на этих собраниях они бы хвалятся даже вот этим что мы ничего общего с этим всем не имеем пусть себе там это а мы умные и мудрые но я думаю что эта мудрость не божья и она не исходит от отца святого потому что жертвенность и желание помочь другим и сострадание погибающим вот дверь дверь и милосердие это две силы которые должно двигать детьми ну движущие силы которые движут детьми божьими которыми дают нам силы вставать идти несмотря на то что я понимаю что я беру часть ту которая мне я живу правильно мне она не предназначалась но я разделяю с ним вот этот вот эти все беды и отдаю ему часть себя и это ну это знаете как бы такие вещи которые я говорю они ну для ну они могут быть для некоторых малопонятны и сказать что ты выдумаешь или что ты фантазируешь ну поверьте это так и есть потому что все вслед за машехом мы предоставили те кто перешел во святое и не остались на просто на уровне евре те кто перешел во святое это для этих людей это стало образом жизни и по другому мы не можем жить есть есть еще одна ступень за за хлебами предложениями есть это светильник который минора которая наполнялась маслом и святое масло там две или три капли саджима бралось только для ну было пригодной для для илея для того который заливался в минору и поэтому долго его было изготовлять вот это минора это тот свет который при условии нашего роста духовного должен был засветиться в наших жизнях и это тот свет который привлекает людей который дает нам ну ты ты смотришь на человека и говоришь это светлый человек я вижу это я вижу это его глазах я вижу это по его лицу это тот свет который дает возможность этому миру осаляться освещаться и не дает возможность полностью погрузиться в тьму потому что тьма это не просто отсутствие света а тьма это набор всех не нечестия обманы ложь предательства вот это тьма это дела плоти это дела эгоистические и пока существуют вот эти светильники пока еще существуют те люди которые светят этому миру пока тьма не может полностью поглотить этот мир естественно что давление с каждым годом усиливаются и это я слышу от многих духовных людей потому что людей светильников становится все меньше тех кто на сторону тьмы потому что действует так чтобы простить избранных попадаются то там увеличивается и мы должны понимать это и те кто вышел на этот уровень это уже люди которые у которых меньше разговоров чем дел то есть они свои вера без дела мертва мы можем просто веровать но у нас должны и это нормально на каком-то детском уровне но у нас должны от веры нашей появиться дела потому что так написано верой Авраам сделал то-то и то-то верою Сара там это и о вере написано в 12 главе к евреям в 11 и 12 очень много вера спосшествовала их делам то есть если они верили они действовали вот уровень миноры семисвечника который должен освещать этот мир и когда мы действительно светим и если бы священники те кто ну призван к священству светили то этот мир бы находился в покое здесь бы не было войн и таких сильных потрясений и не творилось бы то что творится сегодня в мире глады моры землетрясения войны и предвестники больших войн то есть все что мы видим все те слова которые говорил Маше что будет в мире они осуществляются друзья это еще одна ступень но скажите а дальше можно подняться да можно святая святых это та тайная комната которые Маше говорил и которые выдумывают там разные по этому поводу проповедя и учения но это те интимные отношения с Богом которые ты не можешь поделиться ни с кем этим потому что ну тебя во первых не поймут во вторых потому что это твое это уровень личных отношений близких с Богом которых существовало между Маше и Богом который существовал между Авраамом и Богом и между Маше и Богом то есть он все время уходил молиться помните по ночам и ну все ли он рассказывал этим людям которые нет он не мог этого сделать почему потому что это такие уже взаимоотношения и такие ну что ты не можешь посвятить людей потому что оно не предназначено для всех и у каждого этот уровень личных взаимоотношений он свой поэтому ну зачем если это тебе надо нести то что Бог сказал и здесь тебе уже не поможет никто на этом в этом и вот друзья то чем хотел с вами сегодня поделиться я думаю что если у вас будут вопросы но время не позволяет это очень сильно разворачивать как всегда мы ограничены временем к сожалению длительные уроки записывать не имеет смысла потому что ну людей не хватает силы слушать даже там по полчаса урок поэтому есть у вас вопросы там под видео всегда есть мой телефон вы можете найти ну в ранних видео сейчас я уже не пишу можете обращаться можете задавать вопросы на канале и если у вас есть вопросы я постараюсь в следующем уроке на них ответить тема очень важная и я думаю что ну если у вас появятся вопросы я готов на них ответить теперь буду заканчивать и помолюсь кратенько о вас и благословлю вас и господи пусть света на этой земле становится больше чем тьмы и пусть все кто избран от этого служения которого мы сейчас говорили пусть все избранные тобой дойдут до конца убереги всех служащих тебе всех любящих тебя и всех верных тебе господи я прошу твоей чудесной защите и твоего чудесного вмешательства в жизни избранных тобой береги нас храни нас господи и пусть истина самое главное я тебе прошу пусть ложь никогда не придется в нашу жизнь и обращения пусть каждый из нас стоит в истине и пусть эта истина дает познание истины делает нас свободными людьми благословен бог авраама исхака якова в жизни каждого человека амин друзья всех люблю всех обнимаю спасибо что смотрите канал подписываемся ставим лайки комментируем и да будет у вас у нас все с любовью и да будет у нас все по-бозжески не чтобы дела плоти они уходили а приходили дела духа до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч